привет друзья привет те кто с нами находится в эфире и те кто смотрит этот этот эфир в записи отличного всем вечера хорошего настроения у нас сегодня очередной эфир для меня это очень важно я делюсь с вами такими интересными знакомствами людьми которые меня вдохновляют которых меня захватывают это те люди которые могут дать какую-то полезную информацию для меня и для вас привет привет я вижу что присоединяйтесь очень рада видеть сейчас пока мы ждем нашу гостью я расскажу еще раз зачем все это и почему начиналось от не успею рассказать пока вот вижу гости присоединилась на самом деле в двух словах скажу когда начинался коронавирус с этой вот пандемии и всем была такая идея и подбадривать вдохновлять и давать какую-то энергетику положительную позитивную чтобы люди заряжались и чувствовали себя хорошо так как мы все дома находимся это может быть через знакомство с интересными яркими и позитивными людьми к сожалению пока наш гость настраивает камеру я еще расскажу вот и была такая появилась у меня такая идея в потоке познакомить с моим окружением с какими-то яркими людьми которых я знаю с которыми я иногда редко соприкасалась и даже так получилось что некоторые люди начали новые приходить в мою жизнь которых я даже не знаю через знакомых знакомых в общем-то люди даже по рекомендации я все равно общаюсь с людьми через такое доверие знаю что могу пропустив через себя и вас познакомить с мою аудиторию сашу привет я тебя сейчас вижу я очень рада тебе приветствовать свечку зажгла чтобы не было видно ой здорово и как раз у нас будет энергия чистится я приветствую всех кто с нами немного расскажу про то как мы познакомились с сашей почему я решила сашу позвать на самом деле где-то лет примерно 11-12 назад мы познакомились сашей на контактной импровизации уже очень много времени прошло и потом еще года через через четыре мы встречались в другом месте на контактной импровизации и для меня вот саш ты таким всегда была ярким взглядом человеком таким который владеет своим телом умеет включая других людей потому что не все люди обладают этим вот ясным взглядом у меня тут недавно я читала ленту вконтакте и увидела случайно как про сообщение про тело твой дом и напкнулась на видеоролике сашу мне не захотелось его позвать саша я в не все регалии у тебя столько всего я не все смогу представить поэтому мне нужна твоя помощь потому что некоторые вещи не знаю даже как выговаривать вот поэтому я дам тебе слово чтобы ты сама про себя еще рассказала потому что я тебя знаю со стороны контактной импровизации и вот знаю что это проекта тело твой дом и мне нравится все как ты работаешь с телом да с осознанностью и может ты сама дополнишь я знаю что у тебя много всего что ты еще делаешь я могу все это сказать я хочу только немножко уточнить то есть ты я просто пропустила начало когда ты говорила то есть твоя идея этих эфирах она чтобы что чтобы зажигать общаться идея показать разных людей вдохновиться может быть взять что-то полезное для себя кто-то сейчас я считаю что это время это мое личное мнение такое для того чтобы изменить себя взять что-то новое ну от мира какие-то возможности да там я пытаюсь через вот эти эфиры то есть я беру людей которые занимаются энергией людей которые занимаются практикой там биатлоном журналисты юристы то есть разные-разные люди я рассказываю о разных людях спрашиваю вопрос тебя тоже сегодня будет задавать что тебя там вдохновляет допустим да как ты пришла к тому момент в жизни где ты сейчас находишься и вот этими примерами мы людей заряжаем кто-то берет в себе вдохновение хочет что-то изменить в своей жизни в том числе ну для начала нужно с тобой познакомить как ты себя видишь потому что я рассказала как кто ты для меня потому что ну яркий человек с ясным взглядом и мы с тобой познакомились на тренинге по контактной импровизации для меня этого было достаточно плюс я ну свяжусь за твоей страничкой мне нравится что ты правильным питанием занимаешься что ты со своим со своим телом работаешь ну понятно какие-то внутренние вещи я могу про тебя просто не знать и хотела бы чтобы ты поделилась с этим слушай а у меня такой встречный вопрос а ты про себя можешь рассказать я же тебя столько лет не видела ну то есть конечно давай я по себе знаю мне не так интересно а мне интересно если ты про себя то же расскажешь то есть вот как бы как бы мы там не знаю aka wears которые сейчас себя как и не знаю как чувствуешь как идентифицировать вот это мне интересно еще так же мне интересно если ты говоришь потом познакомились на контактн-мпровизации чему я верю я почему-то думал что мы где-то в другом месте познакомились но неважно. Мне интересно, ты сейчас как в своем теле? Ну, то есть просто, чтобы мы опять же шли на каких-то живых примерах, то есть вот твои отношения с твоим собственным телом, они сейчас какие? Вот, и тогда я буду понимать, с кем я говорю, и тогда я уже буду как-то понимать, о каком языке я говорю. Мне тут Дима смеется, да, забавно. Ну, смотри, если говорить про регалии, какие-то, моим, там, достижения, в плане, по-моему, университета, это одна история. Если говорить про тело, это совсем другая история. О, две истории расскажу. Да, давай. Вообще, я журналист, пиарщик, экс-пиар-директор двух благотворительных фондов, многие, кто в Москве жил, видели, ну, и по России мои крупные компании, дети должны учиться вместе, мы помогали людям с инвалидностью в том числе. Для этого я работала на телевидении, юристом, журналистом, кино документальное снимала, ну, это для тех, кто меня не знает, представляю тебя, потому что ты тоже, наверное, не знаешь, меня. Пела, играла на скрипке, занимаюсь биатлоном, бегаю, в общем, люблю стрелять. Этой осенью, которая была, выиграла кубок по автобиатлону, проходил первый в России. В общем, люблю спорт, люблю все новое, интересное. Вот основные два образования у меня и юрист, я и журналист. И, соответственно, все, как я этого, играла на скрипке, художественная школа, музыкальная, рисую, пишу, люблю людей, люблю путешествия. Я очень хорошо отношусь к тем людям, которые умеют других людей вдохновить, дать какую-то практику, энергию. Сейчас вот во время пандемии я взяла канал на Ютубе «Академия позитивного настроя». И ролики, которые мы здесь снимаем, я их сохраняю там, ну, если с разрешения, конечно, гостей, если людям, которые ко мне в эфир приходят, это комфортно. Вот. Почему мне было интересно тело про вторую историю? Я некоторое время назад начала делать чистку организма. Это специальная программа, такая антипаразитарная, пишет, все расходимся. Нет, Дима, не расходится. Мы будем отвечать на вопросы. Саша очень интересный собеседник, мне хочется все-таки задать вопросы. Начала делать чистку организма и, ну, больше прислушиваться к своему телу, там, отказалась от каких-то продуктов, да, там, в том числе, ты стала есть мясо, рыбные продукты ушли, там, какая-то молочка. Для меня, ну, очень важна вот эта вся история с сохранением себя, потому что я понимаю, что если человек любит себя, он любит соответственно других людей тоже. И вот это окружение, про которое я сейчас говорю, для меня важно, чтобы какой-то опыт, возможно, будет полезен. Если захотелось бы позвать, нет, нет, я ни к чему не принуждаю, не обязываю. Это все из любви. Могу рассказать про те моменты, которые вот у меня произошли и которыми у меня хочется поделиться. И у тебя, знаешь, ты очень у меня большой опыт, ты в экране, поэтому мне захотелось тебя пригласить в эфир и спросить, как, ну, про твое мироощущение, про то, как ты это видишь в пустой авторе методики. Хотелось бы, чтобы ты была полезна для людей, которые сегодня с нами. Окей. Но я не автор никакой методики, не знаю, чем ты говоришь про методику. Ну, автор... А, если говорить про Ocean Dance, ну, я тогда скажу несколько вещей, просто у меня тоже как-то такие сферы интересов разнообразные, примерно как у тебя там от юриспруденции до биатлона. У меня тоже, ну, как минимум, мне раньше казалось, что она разнообразная, сейчас я понимаю, что на самом деле она достаточно однообразная, моя сфера интересов. Просто я под разными соусами делаю одно и то же в разных местах. Я... Ну, то есть основное, наверное, это... Ну, как-то быть живым. Как бы это, может быть, слишком просто не звучало, но основное — это быть живым и переживать себя живым. И переживать именно на уровне ощущений, то есть не придумывать, что я живой, и не искать подтверждения, что я живой, и в чем там смысл жизни, а просто, ну, как-то на уровне физических ощущений переживать, что вот, блин, ну, как-то прет. Вот. И, соответственно... Блин, вот я сейчас возьму и сейчас все прям скажу, как есть. Это может быть, да, это может быть немножко жестко звучит. Я как-то, с одной стороны, я люблю людей, но вот как-то изначально у меня была такая идея, даже не идея, а просто, ну, как-то мысль такая, что, блин, я настолько как-то болею за планету, как бы за природу, что вот по сравнению с тем, что происходит с природой, мне в каком-то смысле... Ну, то есть я не так люблю людей, как природу. Вот, когда я говорю природу, я имею в виду, ну, воду, океан, деревья, там, ну, вот какие-то такие вещи. И мне вот почему-то про них важно. И в какой-то момент я как-то, ну, поняла, что, блин, я хочу сконцентрироваться на том, чтобы, ну, как-то, чтобы люди, ну, заботились о том месте, на котором они танцуют, чтобы они заботились там, ну, грубо говоря, о том доме, в котором они живут. И я пыталась как-то, ну, то есть идти в какие-то экологические проекты, там, к чему-то там людей мотивировать, там, всякий раздельный сбор, там, и все такое. Вот. И в какой-то момент я обнаружила, что... Ну, как-то не то, чтобы обнаружила, но пришло такое понимание, что покуда я недостаточно... Я, когда я говорю я, не имею в виду я сама, а вообще как бы человек, да, покуда человек недостаточно получает сам, заботы, пока вот он сам о себе как бы не заботится, не получает заботы и любви, то ему уделять заботу и любовь чему-то еще, это как бы снова обделять себя. И у нас и так такое воспитание, что надо заботиться о других, нужно себя вкладывать в других, там, ради других нужно себя жертвовать. И если там какая-нибудь женщина или мужчина, она так себя всю жизнь жертвует, там, ради детей, ради родителей, ради, там, начальников, ради там еще чего-нибудь, А если его попросить себя жертвовать еще ради чего-то, природы какая-то непонятная, которая вообще непонятно где она, потому что из окна ее не видно в городе, то это как бы получается, ну, типа вести экологический образ жизни, зачем-то там, не знаю, например, чем-то не пользоваться или там что-нибудь сортировать. Он скажет, блин, это мне еще нужно дополнительное какое-то усилие, мне и так самому все время не хватает внимания и заботы, потому что я его уделяю остальным, а тут мне как бы еще дополнительная нагрузка, ну, с хренов. Соответственно, как бы человека убедить вот просто так на что-то еще в жизни обращать внимание по поводу чего-то еще быть в жизни осознанным, это получается, что он себя и так всю жизнь ущемляет, он себя еще больше будет ущемлять, потому что он еще больше внимания будет уделять чему-то, что не есть он, ну, как бы не себе. И, соответственно, как-то я пошла через, ну, как-то пошла через осознание того, что действительно, покуда я не умею о себе заботиться, не умею проявлять к себе любовь, откуда у меня будет вот этот вот запас, вот эта щедрость, обращать внимание на что-то еще, да, потому что хочется все-таки, чтобы люди там заботились и любили, вот, ну, как-то от изобилия, что ли, от щедрости, от того, что им самим хватает, вот. Вот, и получается, что это как бы такие вещи неисцеленные, вот пока с ними не разобраться, то дальше куда-то шагать сложно, и в основном люди, которые заботятся о природе, это те, которым каким-то образом на себя хватает. И при этом есть достаточно большое количество, например, там, экоактивистов, которым на себя не хватает, которые вот полностью себя посвящают тому, чтобы там чего-то добиться, каких-то изменений в мире добиться. И они страдают выгоранием, и вообще выгорание – это очень такая популярная, как бы, популярное заболевание, скажем, в среде активистов любого рода, и тех, которые спасают зайчиках, и тех, которые спасают деток, и тех, которые там в хосписах работают, и все такое. Они выгорают, и в том числе они выгорают. Понимаешь, о чем я говорю, да? Вот, да. Я, кстати, вспомнила, ты мне присылала как-то, что вы делали такие танцевальные мероприятия для инклюзивного. Да, да, для людей с психологическими расстройствами, да. Да, соответственно, то есть я как бы и общаюсь с активистами разного рода, там, и те, кто работают с особенными людьми, и те, кто работают, там, с экологией, и выгорание – это вообще как бы бич для всех, для всех НКО, для всех активистов. Именно потому что не сбалансировано. Вот, а мне как раз интересны вот эти идеи сбалансированности, устойчивого развития, вот то, что называется sustainability по-английски. Вот, соответственно, получается, окей, а как я тогда могу воспитать вот эту заботу о себе, да, куда мне там обратить внимание, и как эту заботу вообще проявлять, да, о чем там вообще проявлять заботу, то есть что у меня там такое есть, потому что есть, ну, как скажем, некоторые выученные паттерны, на что нам положено обращать внимание. И обычно это какие-то вещи, которые находятся вне нас, да, либо вне нас, либо на поверхности, там, кожа, одежда, волосы, ногти, что-то такое, да. Ну, в лучшем случае, там, кто уже добрался до личностного развития, это там, типа, душа, там, пойти к психологу, там, к психотерапевту, еще что-то, или к гадалке, еще что-то такое. Вот, а у нас есть еще очень много всего, что, в общем-то, неразрывно связано с нашей душой, с нашим, ну, как бы, с нашей сутью, и этот носитель, он абсолютно материальный, но он игнорируемый, и игнорируемый по очень большому количеству разных причин, и это тоже, как бы, ну, что ли, элемент выживания, потому что именно тело нам, ну, как бы, через ощущение в теле мы знаем, что нам хочется. Кивай мне, если ты согласна. Я согласна, да. Я тебя внимательно просто слышу. Да, мне просто нужна какая-то обратная связь, что ты меня слышишь, что картинка не слышала. Я слышу, поэтому внимательно сосредоточена. Да, может, так говорить, ага, ага, да, а, нет, а может быть, это не так, ну, что-нибудь такое говори, ладно, это подержит. Вот, соответственно, ну, как бы, мы знаем, что мы чего-то хотим, потому что нас где-то что-то звучит. Где-то что-то там сдавливает, распирается, скручивается, расширяется. Через это мы, как бы, у нас, ну, как бы, собирая информацию из тела и как-то ее интерпретируя, в зависимости от ситуации, мы понимаем, чего нам надо. Или мы понимаем, что мы чувствуем, мы понимаем, как мы на что-то отреагировали. И так как с детства не всегда нас родители обучают тому, что то, что мы чувствуем, это нормально, и то, что мы хотим, это нормально, мы можем этого хотеть, даже если мы это не получим, все равно хотеть можно. Вот такое, как бы, ну, и это тоже нормально, потому что наших родителей тоже никто этому не учил. Соответственно, из поколения в поколение передается, что, блин, нет, ты этого не хочешь. Нет, там, прекрати даже думать о том, что ты это хочешь. И вообще не мешай. Ты это чувствуешь? Ну, блин, это неудобно всем другим, что ты это чувствуешь. Вот у тебя там сейчас, не знаю, прет, тебе там хочется бегать, прыгать, кричать, орать, это неуместно. И когда это неуместно, а что с этим делать, ну, как бы, не сказано, да, даже не сказано, что, знаешь, вот это сейчас проявлять неуместно, но я принимаю, что ты это чувствуешь, как бы, это окей. Соответственно, получается, ребенок, он же зависит от родителей, его жизнь, его выживание зависит от родителей. Он не хочет, чтобы родители его покинули, он не хочет, чтобы родители его оставили, а родители прям так иногда и говорят, сейчас будешь продолжать орать, я тебя здесь оставлю на улице, как бы, и уйду. Ну, есть, есть такие моменты. Вот, соответственно, он для выживания, как бы, выбирает быть для родителей удобным. Он для выживания не, ну, как бы, старается не проявлять того, с чем родители не могут справиться. И, соответственно, он сам не научается с этим справляться, это раз. А второе, это очень неудобно что-то чувствовать и не мочь этого проявить. То есть, если у них где-то что-то зудит и прет, я там, не знаю, мне сейчас очень грустно, или я обиделся, я расстроился, или там, у меня что-то не получается, я страдаю, что у меня что-то не получается. Я, например, пытаюсь там учиться ходить, и я уже который раз там падаю. И так как, ну, как бы, родители не умеют быть с тем, что вот я это проявляю, мне классно тогда это не показывать, но это очень сложно, когда я это чувствую, и не проявлять. Соответственно, наиболее просто постараться это не чувствовать. И включается замечательный механизм, который потом закрепляется, механизм разотождествления со своими чувствами, со своими ощущениями, ну, как бы через разотождествление со своими ощущениями. А так как чувства и ощущения живут в теле, соответственно, мы разотождествляемся со своим телом мы научаемся его буквально, ну, буквальным образом, как бы, не чувствовать. Такой феномен есть обесчувствливание. По-умному десенситизация. Сенсейшн с ощущения, десенситизация, как бы, уход от ощущений. То есть у нас просто, как бы, включается механизм. Можно спрашивать, это когда человек перестает следить за своим телом, когда ему не нравится, когда он поправляет, знает, что, ну, там, допустим, надо похудеть, он продолжает есть. Это уже результаты, да. Ну, то есть по уму, знаешь, анекдот типа, мама, ну я уже ел, ты хочешь спать. Когда человеку говорят, что ему положено чувствовать, что ему не положено чувствовать, и он начинает вместо того, чтобы действительно чувствовать, что он чувствует, придумывать, а что бы ему надо было бы чувствовать сейчас и изображать, как будто это вот оно так и есть. Дальше это может в супружеской жизни выражаться, что женщина, она будет, например, идти в секс не потому, что она хочет, а потому что время. Вот сейчас ночь, и вот как бы там, и вот он муж, и значит, это вот так вот, да. И она даже будет изображать, что она получает удовольствие, потому что она продолжает играть в эту игру, что надо быть удобной, и тогда я выживу, тогда меня не бросит. А если я буду чувствовать то, что я чувствую, меня отвергнут. И дальше эта программа начинает проявляться везде. Человек пытается быть удобным, практически во всем, и даже не замечать, что он в такую игру играет, и даже не замечать, что это игра. Но для того, чтобы в эту игру играть и не сходить с ума, нужно не чувствовать то, что чувствуешь, чтобы не знать на всякий случай, что ты хочешь, для того, чтобы твои желания не вступали в конфликт с имеющейся ситуацией. Соответственно, ну как бы на физическом уровне, это то, что человеку говоришь потом, что ты наблюдаешь сейчас в теле, какие у тебя телеощущения. Он скажет, а нет в теле никаких ощущений. Или там, обрати внимание на тело, что ты чувствуешь. Да ничего, особо не чувствую, все нормально. Соответственно, у нас получается, что из-за того, что мы отказываемся, у нас поток восприятия, он постоянный, нет никаких в нем пауз. К нам в мозг стучится постоянно невероятное количество ощущений. И из внешней среды через тело, и из внутренней, как бы телесной среды, к нам стучится огромный поток информации. А мы так классно научились, у нас так связи в мозгу теперь работают, что мы этот поток просто игнорируем настолько, что как будто бы его нет. И даже человека просишь направить внимание, а он там как бы ничего не находит, как будто бы там ничего нет, как будто бы у него тела нет. И там есть такая фраза в embodiment, что многие люди думают, что тело – это такси для мозга. Вот есть мои мысли, я их думаю, а тело – как тележка, которая вот эту голову как бы перевозит с места на место, и это единственное, как я им пользуюсь. Вот, соответственно, и дальше получается, что когда я не чувствую то, что я мог бы чувствовать, соответственно, я и не знаю, что я на самом деле хочу, мне приходится или мучиться, и очень часто, как ни странно, в последнее время прям запрос, с которым люди приходят в терапию, они даже не говорят, что им нужно что-то конкретное, они говорят, мне бы вообще понять, что я хочу. Когда им говоришь, какой ваш запрос, он говорит, мой запрос – узнать, какой мой запрос. Как бы я в жизни не знаю, что хотеть, вот я уже там хороший бизнесмен, вот я уже там отец двоих детей, вот у меня тут все есть, но я до сих пор не знаю, что я хочу, и зачем мне вообще вот это все, и я как бы страдаю, и я в депрессии, потому что как бы я не понимаю смысла жизни. Да, и вот это вот ощущение смысла жизни, она в том числе, потому что человек выполняет программы, как бы у него нет своих хотелок, потому что с ними не в контакте, он вынужден, какое-то количество лет он следует каким-то чужим хотелкам, сначала родительским, потом просто каким-то регламентом, что вот если ты обучился на того, то тебе нужно сделать карьеру в этой сфере, там тебе нужно там заработать столько-то денег, купить такого-то вида машину, и вот он это все сделал, и дальше что это, он понимает, что он все это сделал, даже не потому, что ему это самому было надо, просто потому, что он сам не знал, как бы что хотел, вот, и иногда люди, они прямо, ну, вот приходят там в определенном возрасте к тому, что, блин, а я, а мне-то на самом деле, что в этом надо, да, и если они не находят поддержки в том, чтобы вообще таким вопросом задаться, то очень часто они, ну, как бы, а у них начинают подниматься какие-то чувства на эту тему, вот, то очень часто что-либо они находят способ приглушить эти чувства, потому что у нас как бы кроме десинситизации такой просто автоматической, которую мы с детства выработали, если уж нас все равно наши ощущения нас достают и накрывают, есть другие способы отвлечь свое внимание, привести себя в какое-то другое состояние, через алкоголь, через то, чтобы обожраться, через то, чтобы, там, не знаю, ну, то есть вести себя контролируемо в какое-то другое состояние, потому что сам я не могу это состояние изменить, я использую какие-то внешние факторы для того, чтобы изменить это состояние, там, я использую других людей, пишут, я знаю, что я хочу и толку. Я тебя, можно, немножко перемею, потому что у нас здесь разные аудитории, твоя и моя, и я вижу, что ребята спрашивают, все-таки тебя просят представить. Я скажу, Саша Безродного, социальный психолог, бодимайнер-киштейн-терапевт, я не знаю, правильно я выговорила это слово или нет, эмбодимент-фасилитатор, международный преподаватель телесной осознанности, контактной импровизации, автор методики преподавания глубоководного танца Ocean Dance, автор блога «Тело мой дом». Вот мы говорили, ну, вот мы с Сашей будем находиться на контактной импровизации, я тебе немножко верну, потому что, люди, наверное, некоторые не знают, что такое контактная импровизация, может, ты скажешь в двух словах хотя бы, что... Так, а я все, что сейчас рассказываю, как раз введу к тому, чтобы рассказать о себе, это просто предисловие. А, всего, давай. Я как бы никуда не ушла от темы на самом деле, да, то есть я рассказывала, что я концентрируясь на, ну, как бы, экологии, да, я поняла, что вот тело, я просто распаковываю, что я имею в виду под ощущениями в теле, и, соответственно, как бы у нас есть способы себя не чувствовать, и я поняла, что да, мне для того, чтобы, ну, как-то реализовать свою миссию, которая связана там с природой, с экологией, все такое, ну, то есть я решила это делать через то, чтобы людей возвращать к самим себе, помогать им себя сначала ощущать, и тогда понимать, чего им хочется, и уметь заботиться о себе, и тогда, возможно, потенциально, может быть, через много лет, а может быть, и никогда, но они, возможно, сами, если дадут себе достаточно вот этого внимания, которого они там недополучают от себя ежедневно, тогда, возможно, у них останется еще какое-то пространство, из которого они щедро смогут там помочь другому или помочь природе, потому что, если мы обращаем внимание на свое тело со временем, мы обнаружим, что оно не отдельно от окружающей среды, что это как бы, ну, то есть у нас есть оптическая иллюзия, потому что у нас есть кожа, есть какая-то граница, да, у нас есть оптическая иллюзия разделенности, но это, ну, как бы, это всего лишь одна из игр. А если я начинаю смотреть, как мое тело работает, ну, то есть, как бы в атласах тоже, в медицинских, например, вот нарисовано тело человека, вот его границы, вот внутри этих границ тело, а снаружи этих границ не тело. Соответственно, люди думают, что если есть какая-то в теле проблема, то она внутри же него и запакована, и внутри же него ее надо решать. Не приходит в голову, что просто человек, который, ну, у которого там в теле какой-то телесный симптом проявляется, что он в этот момент, например, там уже много лет живет, не знаю, в темном помещении, например, у него там окна выходят во внутренний двор, где достаточно темно, или что он дышит там воздухом каким-то не очень хорошим, да, или что у него такие отношения с окружающими, что, конечно же, у него все внутри сводит, и, конечно же, у него спазмы. Да, то есть, как бы, вот эта тема, насколько я маленький и ограниченный своими границами, ну, как бы, вот этими визуальными границами, да, или на самом деле я это постоянный диалог со средой, и все, что у меня происходит, это не, ну, как бы, причина не в окружающей среде, а не во мне, а причина в том, какой именно диалог у меня налажен как бы со средой, и как все это в меня там входит-выходит, и насколько я вообще проницаемый. Вот, соответственно, как-то я задалась вот этими вот вопросами, и дальше я, получается, как бы через тело работаю с людьми разными, ну, как бы, разными способами. Есть люди, которые уже более прокачаны в отношении там себя с телом, и они к вам приходят за какими-то более специфическими вещами. Там кому-то уже интересно не просто там абстрактно, ну, как бы, сделать первые шаги и познакомиться с телом, а кому-то интересно уже очень глубоко там нырнуть в то, насколько я, например, могу телесно, там, с помощью внимания в теле себя отрегулировать так, чтобы даже в каких-то экстремальных ситуациях не паниковать, да, и дальше это на жизнь переносится. И это, например, фридайвинг. Вот одна из вещей, которой я занимаюсь, то есть что такое фридайвинг? Ты ныряешь куда-то, не знаю, там, ну, для начала, может быть, метров на 15, ну, для начала, может быть, на один метр, вот, а потом 15-30, может быть, и больше. Ты оказываешься в месте, где ты не можешь, там, вдохнуть, когда тебе надо, а дышать мы привыкли постоянно. Ты оказываешься в месте, где там вообще все не так работает, там вообще другая, другие законы физики немножечко, там вообще не как на земле, еще это там, как тормашками зачастую, там все переворачивается, на тебя все давит, там что-нибудь, там темно, может быть, вообще, как бы холодно, непонятно, что-то тебя может испугать, но у тебя нет шанса, ну, как, есть шанс, конечно, да, взять и там дернуться, да, но ты не можешь в любую секунду там взять и все это прекратить. Вот ты там, где ты есть, и тебе нужно выруливать там, где ты есть. То есть это такая медитация в экстремальных условиях. Тебе, если ты начнешь паниковать, то тебе будет еще хуже, потому что мозг это то, что жрет больше всего кислорода. Соответственно, натренировать себя, так что в любом самом таком месте, где у нас страшно, где мы паникуем, сохранять полную осознанность, самоконтроль и спокойствие, и плюс к этому еще и удовольствие получать. И даже там любоваться и быть благодарным там Богу Вселенной за то, что ты вообще вокруг себя видишь. Да, то есть вот есть люди, которые уже готовы на таком уровне тренироваться, и вот они ко мне за этим приходят. Соответственно, вот одна из вещей, которые я делаю, то есть ты сказал, что я автор методики, там, если я автор какой-нибудь методики, то это вот как преподавать, не просто как танцевать, а еще как преподавать оошен дэнс, и это такое сочетание танца в воде и фридайвинга, потому что я сначала начала там в какой-то момент после контактной провязации преподавать еще контактную провязацию в воде, я сейчас скажу, что такое контактная провязация. А потом мы стали это делать не просто в воде, а под водой, там на глубине 10-15 метров, то есть на задержке дыхания мы ныряем, и можно это посмотреть, вот если вы наберете там по хэштегу, хэштег мы ходили на премьеру с подругой, она как раз с семьей главной героини брала интервью для того, чтобы предоставить этот фильм, и это, конечно, вдохновляет такие вещи. Про измененное сознание мне было интересно, потому что на такую глубину нырять просто обычным человеком невозможно. Ну, видишь, необычный человек туда и не как бы и не полезет, да, а просто постепенно с каждым следующим метром ты становишься необычным человеком, необычным человеком. Вот, соответственно, вот тут люди пишут, непонятно, кто-то написал, что типа непонятно. Майор Горита Кожевникова написала, не исключено того, что Саша Тарама. Слушай, я не знаю, что такое Тарама, это может быть какое-то индийское понятие. Да, а вот и кто-то написал, что непонятно. Я не знаю, может быть, теперь понятно про то, что мы просто становимся необычными человеками и все, там ничего такого непонятного. Ну, собственно, я могу тогда рассказать чуть-чуть про контактную импровизацию, раз уж зашла про нее речь. Сейчас я попробую сказать не то, что я знаю, а то, что вот сейчас придет. на днях у нас был эфир, по-моему, типа позавчера или что-то такое. Как раз мы разговаривали про контактную импровизацию. Есть одна девочка, Татьяна Пуховская, которая прямо, она делает сейчас такие в Zoom-е встречи, людям встретиться поговорить про контактную импровизацию, потому что там всегда есть о чем поговорить, хотя в момент самого танца мы обычно молчим. И как-то я такую вещь высказала, свое мнение, что контактная импровизация это не метод, как бы это не танец, а это место. Ну, как бы это место, куда мы приходим, и там мы можем на какую-нибудь тему поиграться. Вот если мне интересно там одно, например, мне интересно исследовать там человеческое взаимодействие, там психологию человеческих отношений, я могу прийти на танец в контактной импровизации. И в порядке джема, джем это когда люди встречаются и свободно танцуют, вот те, кто занимается танцем-практикой. И может быть, я сегодня фокусируюсь на том, как я вообще с другими, как мне вообще быть самой собой, может быть, я весь вечер буду танцевать одна и никому не подлезу, и это будет мое исследование, потому что, может быть, мне настолько дико непонятно, я сам себе не интересен, как бы непонятно, как быть одной, и я во имя исследования буду весь вечер танцевать в одиночку. А может быть, мне интересно, то, что как бы изначально было заявлено в этой практике, когда она только формировалась, это физика взаимодействия. То есть, что наши тела, они живут в постоянных условиях земной гравитации. Земля нас все время притягивает, если мы расслабимся, мы упадем. И из этого выходят все полеты, падения, приземления, то вообще, как наше тело себя выстраивает, почему мы, когда стоим, не падаем. Это же целый постоянный танец для того, чтобы не упасть. Сейчас давайте попробуем, кстати, вот это, что я говорю, сейчас договорю фразу. Соответственно, я могу быть заинтересована скоростью, то есть, на какой скорости я существую. Я очень спешу и все время проскакиваю какие-то моменты, и иду там в понятное, в знаемое, и тогда мне понятно, как идти дальше. Или я могу настолько замедлиться, что я прямо различаю каждую мельчайшую деталь, там каждый миллиметр моего взаимодействия с партнером, там каждый вдох я свой замечаю и слышу, например, и он создает мой танец. Я могу исследовать, я могу исследовать вообще какую-то конкретную систему своего тела. Я могу, например, прийти и сказать себе, окей, вот у меня есть мышцы, кожа, кости, внутренние органы, пасции, железы, там разные системы, там дыхательная система, пищеварительная система. И вот мне, например, сегодня интересно, ну, например, кости. Вот как вообще мои кости живут, выстраиваются, как я могу на них опираться, как я могу ощущать вот эту структурность скелета, направление, поддержку, землю. И я могу начать заниматься этим и вопрошать себя про это, и это будет совершенно особый танец, не похожий на то, если я приду исследовать человеческую психологию. Соответственно, для меня контакт и �umprovise это место, куда можно прийти, и покуда ты действительно вот исследуешь, задаешься вопросами, то ты танцуешь контактную импровизацию. Если ты просто выучил какие-то движения и повторяешь эти движения, то ты, ну, занимаешься повторением движений. Вот. Соответственно, то есть есть какие-то там, ну, грубо говоря, движения, которые типичны, которые достаточно часто можно встретить у тех, кто танцует, потому что они часто там передают друг другу вес, там залазят друг другу друг друга, делать какие-то поддержки, но вот концентрироваться именно на этом, это как бы, ну, как бы, да, это, ну, как-то можно, но, может быть, человек, который сейчас танцует перед тобой, делает поддержки, может быть, он концентрируется как раз не на этом, может быть, он концентрируется на том, как не останавливаться, например, как все время быть в потоке, да, или как дышать, то есть ты не знаешь, что на самом деле сейчас человек делает, ты можешь так и догадываться, вот, и это про такую уникальность встречи, каждый раз, уникальные встречи со своим телом, уникальные встречи разных тел в пространстве друг с другом и как они взаимодействуют. То есть это такое, ну, как бы исследование жизни, такая игра, в которую можно прийти и физически поиграть. К счастью, для меня зачастую молча, я вообще, как бы, то есть я, с одной стороны, могу говорить и говорить много, на самом деле, я люблю тишину и люблю, когда все молчат, я сама люблю молчать. Вот, то есть это место, где можно прийти невербально повзаимодействовать и научиться, как бы, не, ну, как бы, не помещая все в слова, как бы научиться не умно, не от ума, а научиться именно через опыт, через исследование. Вот, вот это для меня контактная импровизация и дальше вот в какой-то момент в моей жизни возникла еще и контактная импровизация в воде, которая открыла еще целый, там, мир, потому что с одной стороны мы обусловлены все время действием гравитации, с другой стороны в воде гравитация, то, что меня Земля притягивает, она еще в какой-то мере компенсируется наоборот, с этой силой, то, что вода меня выталкивает, и там вообще мозг едет, потому что те условия, к которым ты привык, они вдруг не работают, причем они не то, чтобы прямо обратные, потому что если бы обратные, это было бы еще легко понять, а в воде на разной глубине там работает по-разному. До какого-то момента вода тебя выталкивает с разной силой, там, чем ты ближе к поверхности, она тебя больше выталкивает. В какой-то момент практически не туда, не сюда чуть-чуть, а после какого-то момента, наоборот, толща воды тебя запихивает вниз. Если ты остановишься, ты просто будешь падать, 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 падать бесконечно вниз, свободное падение. Вот есть такой вот этот момент, как бы плавучесть, да, и если мы на поверхности, вода нас держит, ну, всех по-разному, кого-то сильнее держит, может быть, вот те, кто сейчас слушает эфир, вы можете просто, например, сами про себя вспомнить или даже написать, вот вы обычно в море или в озере, вы когда ложитесь на воду, вы тонете или у вас тонет какая-то часть себя, там, у кого-то ноги тонут, например, там, грудная клетка не тонет, да, или наоборот, или вас вода прям поддерживает, выпихивает, вот, и это происходит на определенной глубине, на поверхности. Дальше, если мы идем под поверхность, уже нас вода выпихивает не так сильно, и чем дальше мы идем, тем менее сильно она нас выпихивает, а после там 10-15 метров она нас как бы наоборот притапливает. Вот, если забыться, то можно прям улететь. Саша, а как получается, там тоже взаимодействие через части тела происходит или через визуальную составляющую, потому что без дыхания не так долго ты можешь быть под водой? Да, я не поняла, как эти две части вопроса связаны друг с другом. Если ты ныряешь на своем дыхании и занимаешься контактной импровизацией на глубине, то есть тебе немного, ненадолго хватит дыхания еще, чтобы там какие-то... Ненадолго, на пару минут. Вот. То есть обычно, если мы... И второй вопрос, ну да, они разделены, а второй вопрос как раз контакт должен взглядом происходить или именно соприкасаться с телом физически? Ага, хорошо. Я отвечу на оба вопроса. Первый вопрос про дыхание. Ну, я могу решить так, что вот я нырнула, и там я танцую, а вынырнула, я дышу. Ну, как бы разделить, да, и тогда танец режется каждый раз на кусочки, там примерно по там 1-2 минуты. А могу решить, что в момент, когда я вдыхаю, я не останавливаюсь, потому что я не занималась там чем-то, ну, как бы, неестественным для себя. Я уже привыкла, например, танцевать, да, и, соответственно, то есть мой танец, он просто происходит то в толще воды, то на поверхности. Я могу продолжать танцевать на поверхности, и вдох – это часть танца. И вдох случается не тогда, когда у меня прямо все закончилось, я говорю, ааа, там грибу, и начинаю вдыхать. И это тоже иногда может произойти, но я могу просто вдыхать каждый раз, когда есть возможность. Я могу вдыхать, и снова уходить вглубь, и могу оставаться на поверхности как угодно долго. То есть никто же мне не говорит, как должен выглядеть мой танец. Это же импровизация? Я могу все время пробултыхаться на поверхности. Когда я говорю с водой, но мне кажется, это ответ на вопрос про плавучесть. Тут люди же стали, я вижу, отвечать на плавучесть. Вот на поверхности пишет Аня, рыба Ани, на поверхности вода ровно все выталкивает, если полностью расслабится. Вот везет тебя, Аня. Меня не выталкивает вода, я поэтому с детства плаваю под водой. Когда я пошла учиться на инструктора по дайвингу на первом курсе института, мне сказали, слушай, ну если ты хочешь быть инструктором по дайвингу, тебе придется научиться держаться на поверхности воды? Ну, здесь там где-то лет в 19, когда я туда пошла учиться, лет в 20, я этого не умела, просто я все время тонула, и поэтому я все время плавала под водой. А потом меня специально научили, до сих пор не очень это сильно люблю, и мне не очень сильно это получается. Потому что тела у всех разные, я прям могу сказать, это интересная такая штука про плавучесть. Есть у нас части тела, которые легче воды, и есть у нас какие-то ткани, которые легче воды. Например, жир, он легче воды. Соответственно, если у человека в теле достаточно много, жireiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii А если у меня мало мышечной массы, много жировой прослойки и легкие кости, то я буду всплывать. То есть это такие вещи, которые могут меняться в течение жизни. Плюс они еще меняются в зависимости от того, насколько вы расслабляетесь или напрягаетесь, потому что плотность мышцы также меняется в момент расслабления напряжения. Еще вы можете вдохнуть разное количество воздуха. И еще вы можете находиться в воде в разном положении. Если вы лежите на воде, то в воде вас легче поддержать, чем если вы вертикально, и у вас какая-то часть торчит из воды, и тогда эта же самая часть вас притапливает. Слушайте, я могу прямо сейчас такую вещь сказать, которая, может быть, кого-то спасет в жизни. Я не знаю. Вот есть такая штука, что люди, когда хотят спастись, например, они устали. Они давно в море, они течение их куда-нибудь несет, они не могут выплыть, или шторм, или еще что-то такое. Если у вас голова торчит из воды, то получается, что в этот момент вода не выталкивает вашу голову. То есть это какой-то вес, который сам по себе существует, и он вас притапливает. Все, что торчит из воды, вас притапливает. Если вы голову положите на воду, например, ляжете на спину, если это возможно, то вода, она вашу голову тоже будет поддерживать, и вы даете как бы воде больше поверхности, которую она может поддержать. И мало того, в голове у нас есть воздушные полости, то есть голова в каком-то смысле это тоже мячик. И если этот мячик положить на воду, то на него можно опираться. А если голова все время торчит из воды, вы будете в вертикальном положении, вам придется тратить очень много усилий, чтобы барахтаться, чтобы под воду не уйти. Соответственно, способ отдохнуть – это полностью лечь, насколько это возможно, неважно лицом вниз, лицом вверху, потом всегда можете повернуть голову и вдохнуть, но не быть вертикально. И когда вы плаваете, чем более вы горизонтальный, чем более вы длинный, тем вы лучше будете плыть, и тем эффективнее будет ваше скольжение по воде, чем если вы плаваете в таком положении, например. Мне кажется, что если это знать, то в какой-нибудь момент вы сможете не слишком сильно устать, когда будете выгребать где-нибудь. Но я надеюсь, что у вас в жизни все будет хорошо. Ну, хорошая история, спасибо большое. А вот хотела спросить, Саша, контактная импровизация в соленой воде или в реках, в озерах тоже вам важна? А знаешь, где оно тебя найдет? Ну, есть разница. Море больше нас поддерживает, соленая вода больше выталкивает. Но в море волны, например. В некоторых местах, где слишком сильные волны, там трудновато этим делом заниматься. Есть, ну, то есть, да, есть разные вещи там, и это можно хоть... Вот есть одна девочка у меня знакомая, которая сейчас находится на самоизоляции, как и многие. И она находится в Екатеринбурге. И она поняла, что ей настолько не хватает моря. А практиковаться, именно как-то погружать себя в воду, с интересом исследовать свое существование в воде хочется. Она нашла, что есть ванная. И она прямо ведет сейчас блог без шуток. Она записывает упражнения, которые ей прям приходят. То, что она практикует, то, какие откровения к ней приходят. Она даже видео иногда какие-то записывает, фотки выкладывает. И в Телеграме блог Bass Dance, если я не ошибаюсь, сейчас напишу. Я могу ошибаться, но вот как-то так. Через собачку, по-моему. Маша Яманкулова. И она прям делится тем, как позаниматься собой, как с собой попрактиковать, имея всего лишь ванную неглубокую. И при этом можно практиковать и движения, и задержки дыхания, и обращение внимания на разные части тела. Наверное, вот что я хочу вообще про контактную импровизацию сказать, что получается, что, ну, то есть, например, многие танцы, если просто брать, как люди представляют себе танец, что танец — это некоторое количество движений, и нужно их правильно выполнять, и тогда ты хорошо танцуешь. И вот отличие контактной импровизации от такого понимания танца, оно в том, что ты изучаешь не движение, не какую-то внешнюю форму. Ты изучаешь внутреннее содержание. Ты изучаешь, как твое тело устроено, какие у него есть вообще возможности для движения, как это ощущается. То есть даже то, что у меня есть кости, это вопрос не того, что я изучила, что кости у меня есть, я увидела это где-то там на картинке и, может быть, себе представила, а я реально прожила на себе. Вот как это ощущается, позвоночник? Как это ощущается, подвижный позвоночник? Как это ощущается, когда он спиралит и скручивается? Как ощущается поддержка костей? То есть изучение себя, я, получается, для того, чтобы танцевать с другим, я занимаюсь не тем, что мне из себя для него представить. Девочка должна вести себя так, она должна вот в эту сторону поворачивать попу, в эту сторону там руками вертеть. Я изучаю, какой я, и это такая как бы глубокая практика самоизучения, которая дальше в жизни, ну, она делает меня человеком, который как раз про себя знает, себя чувствует, и поэтому он о себе может позаботиться. Вот. И дальше я уже, зная себя, я с этим прихожу к тебе, и мы смотрим, когда вот мы оба осознаем себя, и еще и можем слушать друг друга, то что из этого контакта рождается. И каждый раз будет рождаться разное, потому что в разном контексте, в разный день, в разных состояниях, с разными людьми это будет совсем разный танец. И именно поэтому, что мне классно в контактном реализации, именно потому что он каждый раз может быть разный, и нет ожидания, что он будет такой или такой, это его можно танцевать с очень, ну, то есть как бы не ограничивая себя ничем. Инвалиды могут танцевать в контактном реализации. Я лично, как бы есть учителя, преподаватели, которые, там, они уже много лет в инвалидной коляске, но они преподают в контактном реализации, и они офигенные танцоры. И у меня у самой было достаточно много опыта, как бы с людьми, у которых у них там очень давно была какая-нибудь авария, отнялись ноги, например. И это не значит, что человек не может летать. Этот человек может летать. И вот это прямо как-то для меня это очень сильно и очень круто. И можно танцевать с младенцами. Младенцы это все умеют, их не надо даже этому учить. И в этом плане есть прям целое направление, baby contact. Моя мама, например, преподает baby contact. Его изначально развела Альфия Рахманова, преподавательница из Москвы. И есть еще разные, ну, как бы другие для этого названия. Там в Израиле, там, работа с детками постарше, называют это Conta Kids. Там есть какие-то занятия, типа, танцуем всей семьей и так далее. То есть как танцевать с младенцем, не обучая его движениям, а обучаясь у него движению. Потому что он уже очень много знает и понимает. Просто, ну, как бы, он не будет словами объяснять. Но как раз вот это вот взаимодействие с опорой, ну, как бы, разные паттерны движения, это то, чему можно учиться. И, как бы, мы учимся через слушание. И танцуем вообще, как бы, через слушание. То есть, получается, не мы вдвоем с тобой пытаемся создать что-то, похожее на то, что нам показали преподаватели. И тогда мы выполнили форму, и тогда мы, типа, станцевали. И мы молодцы. И, слава тебе, Господи, у нас сегодня немножко получилось похоже на танго. Например, да. А мы встречаемся и разбираемся, а что у нас вот с тобой вдвоем сегодня, какой танец рождается из нашего существования, из того, насколько мы слышим себя и друг друга. Может быть, сегодня мы не слышим себя и друг друга. Вот такой у нас получился танец. Ну, какой попало, и мы там шишки себе набили. Это тоже, как бы, бывает. Вот. И в этом, ну, как бы, а так как мы еще играем с законами физики, да, с гравитацией, и Земля нас все время притягивает, то мы иногда и навернуться можем. Если мы не особо внимательные, да. И, соответственно, мне хочется развивать внимание к себе для того, чтобы там не навернуться. Соответственно, там есть еще вот момент выживания такой и момент игры. Тут люди задают вопросы. Сейчас посмотрю, что пишут. Да, спрашивают, а сколько лет ты уже этим живешь? Ага. Окей. А сколько лет я уже этим живу? Сейчас скажу. Я плохо с цифрами. Я могу сказать, что я начала заниматься контактной импровизацией в каком-нибудь 2002-м году, наверное. В каком-нибудь 2002-м или 2003-м я начала заниматься контактной импровизацией. Вот. И могу сказать так, что когда я пришла, первый раз я попала на занятия к Анжелике Доней. Мне очень понравилось. Я подумала, господи, какая крутая штука. А мне было тогда, типа, лет 19. Я буду этим заниматься вообще каждую неделю, подумала я. И на следующий раз я пришла только через год. Потому что моя неподготовленная психика, она еще как бы, ей надо было это занятие переварить, потому что там столько нового, там, ну, то есть, импровизация. Делай, что хочешь. А что я хочу? Да, двигайся, как хочешь. А как я хочу двигаться? Я вообще там до этого тело не любила, не понимала, отрицала. Считала, что тело это вообще какая-то билиберда. Да, если бы мне кто-то когда-то в детстве сказал, что я буду преподавать танец, я бы сказала, ну, сейчас, как бы, смеетесь вообще, зачем это? Что это такое, как бы, танцы, это розовые слюни. Это вообще, думаю, это только для девчонок. Вот, и я была такая достаточно... Да, я была достаточно деревянная буратинка. Я действительно свое тело не чувствовала. Я его не любила. Я своего тела стеснялась. Я носила длинные футболки, потому что мне казалось, что у меня слишком толстый живот. Вот, ну, то есть, просто, вообще, как бы, там, Саша и тело, это были две абсолютно разные вещи, которые рядом не гуляли. И, как бы, и вот после такого шока, как бы, вот этого первого занятия... Ну, по-моему, я даже тогда, может быть, на два занятия сходила. Как-то... Да, я сходила на первое занятие, на следующее я уже пришла вместе с мамой, потому что я подумала, что это очень классная штука, и мы с ней, как бы, еще вместе сходили. А потом я не стала прям сразу так вот кидаться. Я еще, как бы, хотела-хотела ходить, но потом пришла действительно где-то только через год. Но там уже я просто стала заниматься вообще там... Я ходила на все занятия практически, которые были в Москве. Я днем работала, а вечером танцевала. И все свои деньги тратила на то, чтобы куда-нибудь пойти танцевать. Вот. А потом друзья-психологи мне сказали, слушай, ты такой интересной штукой занимаешься, ты нам это преподай. Это ведь так интересно, ты нам это покажи. И есть такие встречи, называется «Зимняя психологическая школа», которая организует разные институты. И там я в Москве этим занималась, и в Питер на такие штуки ездила. И в Питерские ребята сказали, Саша, давай покажи нам контактную провязацию. Я сказала, хорошо, сейчас я вот чуть-чуть подучусь и покажу. И стала прям действительно очень намеренно, активно учиться. И поучилось годик, и через год поняла, что нет, я еще не готова. Там столько, оказывается, там такие пласты, там столько всего нужно изучать, что у меня как бы есть уже какое-то представление, но я пока не являюсь тем, кто этим является, кто это может передать. И я тогда взяла себе еще год, чтобы этому учиться. И постепенно это как бы я прям изучаю. Это как-то вынужденно начала преподавать, потому что просили. Вот. Ну и, соответственно, как бы, когда начинаешь преподавать, превращаешься в очень хорошего ученика. Потому что ты начинаешь очень ответственно как бы исследовать это дело. Вот. И все. И как-то меня засосало. И до сих пор не отсосало. И, в общем... Я думаю, что это с тобой не всегда. И все интереснее, интереснее с каждым годом. Ты сейчас, я понимаю, что получается, там, я не знаю, сколько это, 2002 года прошло, там, сейчас 20-й. Ну, типа, 18 лет, наверное, да, или 19, что-то такое. Вот. Вот. Да. И были периоды, когда вдруг мне становилось там не очень интересно танцевать. И дальше я понимала, что это не потому, что танец неинтересный, а потому что я начинаю что-то повторять. И начинаю делать что-то, что я знаю. И, соответственно, я сама себе становлюсь скучная. Потому что я начинаю делать то, что я знаю, а не идти за своим исследованием. И вот когда я это обнаруживаю, что иногда там чему-то новому научился, и начинаешь это лепить и как бы повторять. Да, тогда действительно становится скучно и неинтересно. И вот эта тема все время возвращает себя к своему интересу. И тогда жизнь, она постоянно интересная. И это, ну, то есть это такие вещи, все вот эти вещи телесные, они абсолютно перекладываются на отношения с другим человеком, на отношения меня, там, вообще с любым аспектом жизни. Да, если мне с каким-то человеком скучно, это почему мне скучно? Да, ведь этот человек, он трансформируется каждую секунду. Но я, например, своим сознанием решила, что вот он такой, да, там, мой танец с ним такой. И я знаю, что от него ожидать. И тут все понятно. И, конечно, мне скучно, потому что я, ну, то есть я свое сознание организую так, что я ничего нового не воспринимаю. И я его же обуславливаю тоже быть таким же, как бы, всегда, потому что я от него не ожидаю нового. Соответственно, я, получается, мы через тело, в контактной нейтрализации в том числе, учимся тому, как свое внимание организовывать на исследование. Если мы все время в исследовании, нам всегда пипец, как интересно жить. Вот, там даже не возникает вопроса, насколько у меня там богатая или обедненная среда, и там контактный, ну, человек, который занимается контактной реализацией, он может заперти в комнате, находиться очень долго, а, конечно же, ему там будет грустно. Вот. Но он всегда найдет, чем заняться. Потому что там есть пол. С полом можно так круто взаимодействовать. Там столько вообще исследований. Земля меня все время притягивает. Есть гравитация, это уже просто такая, ну, как бы, это такое богатство. Есть стены, а если еще что-нибудь есть, так это вообще там диван какой-нибудь. Там можно упрыгаться. Просто улетаться, уприземляться. Вот тут еще что-то спрашиваю. Да, Саша, ты такую интересную мысль сказала про новизну вот в танце, да? Для меня, ну, я так чувствую, что вообще любовь — это новизна в партнере. Ну, то есть вообще вот мы людей любим через новизну, когда что-то новое пробуем, чувствуем, либо люди вокруг тоже что-то новое пробуют и чувствуют. Ну, вот мне так кажется. Любовь — это новизна. Да. Любовь — это новизна. Сейчас я бы ищу, ну, наверное, когда постоянно что-то новое, это, ну, как бы, какое-то течение, течение жизни. Ну, да, у тебя это так. Я не могу сказать, что я прям подписалась бы под этими словами, но я могу сказать, вот мне нравится, например, есть такая фраза, что слушание — это любовь в действии. Ну, то есть вот если я действительно постоянно нахожусь в процессе восприятия тебя, и я тебя слушаю, и я готова тебя слушать, то я таким образом проявляю к тебе любовь. Не я придумываю себе, какая ты, и дальше я, как бы, по какой-то программе с тобой общаюсь, да, а я все время готов к тому, что, ну, как бы, к тому, чтобы видеть тебя такой, какой ты есть, к тому, чтобы видеть тебя в твоих изменениях, да. То есть, получается, я не жду от тебя новизны, а я просто настолько открыт к восприятию тебя, что я всю эту новизну замечаю, и там не встает вопрос, она вообще есть или нет, и не ставлю ее под сомнение. Вот. Вот. Соответственно, если вы там любите человека, слушайте его, а если очень любите, то очень слушайте. Вот. А контактная импровизация, она, собственно, она учит слушанию, в том числе не как бы, то есть не только там слова твои услышать, да, что ты мне там скажешь, а слушать тебя на всех уровнях. Я могу... ну, то есть мы используем слово «слушать», оно как будто связано с ушами, да, но я бы сказала, наверное, точнее будет «внимать». «Внимать» от слова... ну, то есть, с одной стороны, от слова «внимание», с другой стороны, «внимание», это же, получается, я еще как бы тебя беру в себя. То есть если я внимаю, то это, ну, процесс восприятия, который направлен на то, что я открыт к тому, что твоя информация в меня заходит, да, и дальше она заходит и через запах, и через прикосновение, и через просто ощущение, через то, что ты как-то двигаешься, и от этого я, подстраиваясь, тоже как-то двигаюсь. У тебя есть какое-то качество сейчас существования или движения, и я, ну, как бы, находясь в твоем поле, я тоже как-то «внимаю», переживаю это качество движения. То есть там очень-очень много всего, и, соответственно, дальше для меня это в том числе перекладывается на, опять же, как бы на отношения, что я не просто знаю, какая ты, а разные твои аспекты, я готова их воспринимать, и тогда, получается, ты чувствуешь, что то, что ты собой являешь, оно на меня как-то все время влияет, я все время трансформируюсь от того, что я в тебе замечаю, и получается, что, как бы, человек уже чувствует, что он не один, а что он как-то, ну, в мире проявляется через то, что кто-то с ним резонирует, кто-то на него откликается. Я там отметила какой-то один твой аспект. Да, я могу просто заметить и с ним, как бы, побыть, да, могу его даже назвать иногда, и таким образом ты через меня видишь, что ты существуешь, и ты через меня видишь, какая ты, да, и ты меня видишь своим, как бы, ты себя видишь моими глазами, или там через глаза мои глаза, или через глаза моего тела, то, как я на тебя откликаюсь, ты чувствуешь, что ты существуешь. Вот, и это, мне кажется, одна из таких вообще базовых вещей. Мне очень не хочется прерываться на том, что ты рассказываешь, Я прям терпела до последнего, у нас осталось меньше 30 секунд. Вот я, да, всё самое хорошее происходит в самом конце. Я тебя благодарю за эфир, спасибо тебе большое. Благодарю всех, кто были с нами. И надеюсь, что я тебя ещё приглашу в эфир, согласишься, и мы раскроем тему и ответим на вопросы, потому что здесь вопросы будут дальше. О, прикольно. Ладно, давайте до связи тогда. Я просто хочу тебе поправить, ты сказала, тело твой дом, там не тело твой дом, а тело мой дом, называется блок. Тело мой дом, да, простите. Да, и соответственно...